Я перепутал. Ты меня вообще запутал. Прям вот отсюда и вот. А где ж оно вот так-то? Приезжайте, мы вам здесь все разрыли, купайте. Всем привет! Пишем брат. И как вы могли заметить, у нас в хозяйстве появился туман. Да, это не дешевая штучка, так что владельцы Роллс-ройса, трепещите, эта хрень стоит около 18 миллионов рублей. И да, позволить мы его себе пока что не можем. Да и в целом, меняя сумма, которую он сейчас стоит, может он подешевел до 16, она меня пугает вообще, что вот эта техника столько стоит. Но не суть, бог с ним. Мы этот туман арендовали. Арендовали его у Фонда развития села Республики Мордовия. И у него будет очень важная задача. А задача заключается в следующем. Нам необходимо подкормить около 700 гектар нашей озимой пшеницы. Потому что земля подсохла, наконец-то, и туманчик-то и как раз выходит в поля. Если трактор еще буксует, то туман на колесах низкого давления, на широких, со специальным протектором, он очень отлично везде пробирается. Хотя у нас в том году, в принципе, он и на таких колесах умудрился застрять. Сзади тумана стоит рум, такой же рум, как у нас на тракторе, только он в два раза больше и он быстрее, потому что туман может ездить быстрее. А раскидывает он, я думаю, примерно одинаково. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, собирайтесь в вкусняшки. Мы начинаем. Добро пожаловать в сериал «Не совхоз». 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 что у нас происходит на улице так я вообще сюда приехал это я зашел посмотреть потому что у нас ну на меня есть навести ветер будет у нас с каждым днем все меньше и меньше пшеницы мы ее все продаем 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 здесь уже весь путь разгребли что было удобнее целом и загружать здесь вот мы отдельно там для населения до сих пор подаем вот весы короче взвешиваемся тут нас ячмень упокой господь его душ не продается мы не угадали сортом но не сюда мы пришли почти мы уже постепенно начали делать наш зерно склад мы снесли вот эту здесь такая была пристройка красная небольшая нафиг я вообще все отнесли и сейчас уже начнем постепенно расширять проемы также с той стороны мы все поломали они несчестно эти входы не нужны были то здесь такой же был вход моего немножко это ломанули и потом дальше уже будем это здание продолжать ломать вот у нас каждый день что-то происходит что-то мы делаем ломаем ломать нам больше всего нравится это конечно не очень прям хотя не особо дорого хорошей цене договорились на фирме там движняк какой-то всем все привозят все покупают а мне что-то миша варит не помню я варю клетку а секрет пусть будет секрет такие все руины кирпича много нам будет будет из чего лепить подложку низ как в том году мы все бетоном не заливали там я вот вижу вот он эскаватором сюда блин я перепутал ты меня вообще запутал да и он уже к тому засыпал не 1 к вам поехал ты конечно ты снимал он от он да не ту трубу не но все я забыл сам у нас есть поле с рапсом рядом с которым течет речка из-за того что собрался лед собрался снег вода уперлась во всю эту преграду и начала уходить на поле тем самым нам затопило нафиг часть поля к чему это привело и уже привело тут чему это приведет уже бесполезно рапс тонет а покрывает погрузчик эскаватор вон фигач по полю он кстати по нашему полю сейчас едет и переуплотняет его тяжелый зараза но поехали давай мы вообще немножко обгоним что я в том что я что я в целом хочу от экскаватора смотрите здесь нас ру горя река надеюсь я тут не утону и она скорее всего будет еще продолжать течь но вот там если вы заметите там все все затопило там у нас рапс по факту нас рапс утонул это печаль подохло кстати практически все вот он рапс он штух вдох все потому что где-то там вдалеке у нас грубо говоря вода была перекрыта но это на самом деле очень грустно хотя мы здесь будем точно пересеивать наверное на яровой рапс прям вот весь этот угол и это обидно при условии что нас пережил герой рапс ой при условии что нас азим и рапс все пережил это очень обидно вот знаете река течет смотрите вот ой проваливаюсь как зыбучие пески какие-то и вот он рапс весь дохлый все вот есть и и 읏 и и и Субтитры сделал DimaTorzok Рапс отмерший Который зимовал Видите, тут кусочки все эти Ботве хана эта, она сгнила Она Все, хана отмерла Какой первый способ проверить рапс О зиме? Во-первых, нужно к нему подойти И попробовать его выдернуть И вот он тяжело выдергивается Сейчас я это сделаю Да чтоб тебя Во-первых Смотрите, какой корень Видите, у него уже большой И Не, он Хорошенький, отличный Ну, немножко он пострадал, конечно Однако, нас интересует Не корень, нас интересует вот эта штука Видите Вокруг, ну, внутри, в центре Самого рапса, где как раз таки была Еще и точка роста Посмотрите Ай Он же заново начал расти Красота Вот она, зеленочка Видите, и здесь он твердый То есть его Ну, не ломается Все, вот он прям твердый, хороший Если бы он был бы умерший Но он еще немножко попахивает, конечно Если бы он был бы умерший То он был такой, как склизкий Так развалился И падал Однако Ну, кайф У нас в Мордовии вырос плохую погоду Азим и Рапс Вы помните? Минус 43 Замерзшие, обледеневшие поля Потом они тонули То влага, то лед, то влага, то лед И он вырос Чтобы вы понимали Вот они здесь все лежат И у всех Видите, зелененькое растет Из центра Опять чудим В том году мы первый класс пшеницы вырастили В этом году мы Азим и Рапс могли вырасти Ну, грубо говоря, вот Вот здесь оно такое Некое русло Идет, идет, идет Идет И Ну, здесь он будет все прокапывать Раскапывать Разделять его и так далее Как быстро и удобно, да? Экскаватор он-то все делает Прямо вот отсюда И вот Я с первым раз не записал Не поставил записывать А я уже всю карту здесь зарисовал Поэтому вкратце расскажу Что мы делаем сейчас Вот там у нас работает Экскаватор У нас вода отсюда Отсюда, отсюда Еще раз покажу Отсюда Скапливается вот этот канал Здесь раньше была система Рошения На косу так шла Ну Вот так И вот здесь он остался Канальчик такой плохой Вот вся вода Получается собирается сюда Но вот это место Очень узкое Вон то место Поэтому мы его расширяем Чтобы Вода Талая с полей Сходила Быстрее Не скапливалась здесь Из-за того, что Засрался весь этот канал Вот И наше поле С рапсом Не топило Поэтому мы И отправили сюда Экскаватор Разрыть побольше яму Разрыть канал Траншайл Сделать Чтобы вода не скапливалась Вот Что я еще на карте отметил Смотрите Мы Уже На данный момент Вот это Подкормили Вот это Подкормили Вот это Подкормили Поле Это И это И вот Грубо говоря Отправились Кормить Вот эти Поля Вот эти Вот эти Вот эти И вот эти Продолжение следует Продолжение следует Ну что Мы наконец-то В поле И у нас сейчас Происходит Разбрасывание И подкормка Азимой пшеницы А именно Азимой пшеницы Которая посеяна Папарам Что значит Папарам Я в предыдущих сериях Не объяснил Папарам Это значит Что целый год Поле стояло Мы его немножко Возделали И оно набирало Свои свойства Свои там Не гумусовые А там Грубо говоря Азот Фосфор Калий И так далее Оно их Старалось набрать И поэтому На самом деле Сев Папарам А не по предшественнику Гораздо Гораздо лучше По предшественнику Это когда был Там Чуть-нибудь Ячмень посеян И мы его собрали Яровой И потом Посеяли опять Азимку И получается Поле не отдохнуло Поле нужно отдыхать Но не всегда У некоторых Агротехнологий По-другому Быстро Пошли Я вам покажу Что мы используем И как мы сейчас Подкармливаем Для того Чтобы Заполнять наш туман А мы Наняли туман За 320 рублей Грубо говоря Гектар Разбросать Он у нас Румом таким Сейчас мы туда Пройдем И вам покажу В общем Манипулятор Который вам уже известен Если вы смотрели В предыдущей серии Он у нас Подвозит селитру Разбрасываем Мы селитру 100 килограммов На 1 гектар Он ее нам Подвозит Выгружает Но Так как мы Стараемся Подкормить быстро И действуем Комплексно Пойдемте еще Покажу Что есть Также у нас Вместе с манипулятором Ездит 1221 С телегой С нашей ПТ С Как-то так Она называется И также В ней Присутствует селитра Она лежит Ждет своего часу Когда в манипуляторе Селитра закончится Он Грубо говоря Уедет Еще заправляться Либо Раскидает уже Эту Засыпет Они вместе Поедут И Все Мероприятие продолжится Это туман Кстати Забавно Туман Привезли Новый То есть Он прям вообще Новый И он не ломается Ездит Вообще Суперски Все Все у нас Классно Вот это Вот это Ребят Это как раз Таки Селитра Как вы видите Иногда Она Из-за того Что Где-то Собирается Она лежит Комками Ну Перевернет Попортит Нашу Озимку Однако Туман Видите На широких Колесах Колеса Низкого Давления Сильно На почту Не давит И сильно Он не буксует Поэтому Он спокойно Едет И По полю И бросает Нашу Селитру Где-то метров Ну Там есть Конечно Предел Что типа Там 20 с чем-то Метров Бросать И так далее Но Я думаю Эффективная площадь На которую Туман разбрасывает Где-то Метров 15 20 Там нужно Поэтому Колеи Плюс-минус Ближе К друг другу Ставить Чтобы Площадь Где Селитра Меньше Долетает Пересекалась С той же Площади С другой стороны Где селитра Долетает Тоже Меньше И по факту Они бы Уравнивали Как разбрасывание Проходит Нормально Нормально Ничего Он не вязнет Не застревает Нормально Сколько уже Мод часов Накатали Сколько еще раз А Ну это все У нас Походу Делают Да Ну понятно 211 Вот сейчас Грубо говоря У нас Здесь Туман Обкатку Проходит И это Хорошо Потому что Он ломаться Точно не будет Вода Там вода Надо ее Чуть-чуть Вот эту Резануть Давай Повсюду Надо еще С той стороны Нарезануть Кстати Я когда Хватал Селитру Руками На самом деле Лучше так не делать Ее Как бы Можно Брать Но Будьте Аккуратны Если Она попадет Куда-то В глаз Это все Беда Все-таки Это Химия Не забывайте Сейчас Второй мешок Еще засыпем Он поедет Процесс Максимально Простой Все Поднял Прорезал Засыпал Очень нравится Большой бункер Он уже Не как На втором тумане Он уже побольше Резанул мешок Резанул мешок Сейчас два мешка И он готов Там у тумана Колесо По-моему Или нет Вот это Вот это Которая Да Я ему Я что-то Не пойму Просто Либо Это потому Что Он здесь Под давлением Стоит А где же Он вот так У меня вообще Идея Просто сюда Весь вес Сошел Поэтому Оно И нагрузилось Хотя Вот этого Не должно Быть Вот такого Не Простулось Гля Это Грубо говоря У нас здесь Там река Вот так Течет И вот Мы здесь Разрыли 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 Сейчас я попробую Ребят Я попробую Сюда подняться Аккуратно О земля Подсохла Кстати Очень быстро И Вот Теперь Она река Спокойно Будет Не будет Забиваться Будет проходить И вся Выходить туда Кстати Посмотрите Забавно Как Очень необычно То что Тут уже Знаете Камни Как В реке Образовались Вот видите Там камешки Камешки Кидут Мы повернули Реки Вспять Ладно Шучу И вот Она идет Дальше Туда Ну И Раскопали Еще там На всякий случай Чтобы Здесь Точно Вода Не Оставалась Вообще Не оставалась Ну Там Как вы видите Еще река Небольшая Запрода Чтобы Здесь Хотя бы Скапливалась И она Туда Прям Далеко Не уходила Останется Только Может быть Что докопать Линию Ну Посмотрим Приглашаем Всех подписчиков На Купательные Оздоровительные Грязи Деревня Мариуполь Село Большие Березники Больший Березниковский Район Республика Мордовия Приезжайте Мы вам здесь Все разрыли Купайте Курорт Оздоровительных Грязей От компании Нитовхоз Отдохни От души Ждем вас Готовь Ну или можете Вон там Вместе с Рапсом Сели Можете Так Отмершим Побить Себя Почесать Ладно Я шучу Ну вот Вот и весь Результат Нашего Копания Хороший Хороший А норма здесь есть А он регулируется Да Адекватно Ну тарелок Конечно Имка Быстро Задевает А ну это Надо зарегулировать Распаковка Конвертик Мне интересно Что в конвертик Паша Открой Давай Ты как начальник Давай Открывай А тут ничего Здесь сопроводительной Документации Дорога Нет Сотка Да Ну Конечно Ну мешок А я не понял Он шире Чем на что-то Почему ты ищет А ну это все Вот он Матчин Разбрасывается Польский А инструкция На русский Область применения Разбрасывание В добре Еще нет Еще нет Все время Для таких растений Как пшениц Стоит Надо это Значит что еще Не нужно Где Влад Книжки Есть что Влад Это тебе Какая книжка Вот с нормой От того Ну да От того Там не нужно Там книжки Нормы регулируются Музыка Мы завершили сборку Нашего прицепа И он уже В работе Но мне хотелось бы вам Рассказать Что мы по нему сделали Мы поменяли свет Мы поменяли Дормозную систему Мы поменяли Очень много Деталей Поменяли Даже дышну Поворотный круг И так далее Итого Это 31 позиция 31 позиция Получилось И на сумму 145 1603 Рубля Наш прицеп Полностью готов И обошелся Нам так же Не особо дорого И как мне кажется В принципе Мы очень эффективно Вложились Наша серия Подошла к концу И прицеп этот Стоит здесь Не просто так Что вы его вытащили Чтобы подснять вам Концовку Нифига У нас уже Идет Все Но это Уже другая история И для другой Серии Я с вами не прощаюсь Говорю вам До скорой встречи Короче мы сломали Силку Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...